Лондон, родина зданий, парков, лавочек в парках, рек, Гарри Поттера и, конечно же, голубей, этих летающих крыс. Но не всегда все было так классно. Просто вспомни про 1666 год, когда огромный пожар прошелся почти через весь город и сжег все на своем пути. Замечательный писатель Марк Твен однажды сказал, история не повторяется, она рифмуется. И сегодня Лондон снова горит, сжигая твой драгоценный эфириум. И точно так же, как великий пожар тогда был нацелен выжечь всех крыс-переносчиков чумы, Хардфорк Лондон был объявлен некоторыми академиками как возможное лечение всех болезней на земле. Почему? Потому что он готов сделать людей неприлично богатыми. Да, в это тяжело поверить, учитывая, сколько раз его переносили и, возможно, еще перенесут. Но обещают его уже 4 августа. Они называют это Хардфорк Лондон. Так что же делает этот Хардфорк таким особенным? Как все знают, эфириум постоянно обвиняют в высоких платах за комиссионный газ в последнее время. Хардфорк не зря носит название Лондон. Думая о нем, как про платную зону в Лондоне, которую постоянно делают все дороже для обычного обывателя. Хардфорк включает в себя обновление, которое радикально хочет исправить подобную ситуацию и сделать плату за въезд в кавычках дешевой и справедливой для всех. На данный момент же пользователи, желающие совершить транзакцию на эфириуме, разделяются на две группы. В первой находятся откормленные жирные коты, которые платят уже не комиссионные, а фактически дают взятку за то, чтобы их транзакции обработались первыми. Вторая же группа постоянно ожидает своей очереди и считает минимально возможную комиссию, которая позволит однажды спустя многие годы все-таки подтвердить твою транзакцию, если ты помолишься всем богам, скрестив свои пальцы. Итак, представляю Лондон и EIP-1559. Эти обновления обещают перевернуть игру, установив базовую комиссию за каждую транзакцию в блоке. Я уже когда-то говорил об этом, но только сегодня понял, что это звучит будто бы в сети эфириума строится коммунизм. Обновление также позволит масштабировать оригинальный блокчейн так, что это должно предотвратить любые исхищрения майнеров, которые искусственно перегружают сеть для увеличения комиссионных и, соответственно, своего заработка. Вместо этого комиссия будет колебаться автоматически в зависимости от наполняемости блока в конкретный момент времени. Хотя у пользователей все равно останется возможность, так сказать, подсунуть швейцару конфету, чтобы убедиться, что он откроет двери достаточно широко, чтобы пройти. В любом случае, хардфорк должен привести к значительному снижению платы за газ и особенно важно к уменьшению роли майнера в жизни сети, зато к увеличению роли любого держателя монет эфириума, в том числе и тебя. Если ты, конечно, холдишь эфир. Форк откроет новую страницу в истории эфириума – дефляционную. Это обновление станет тем самым великим лондонским пожаром, в огне которого самоотверженные монеты эфириума будут сжигать себя на благо общества и во славу самого эфира. В экономике есть такая штука, как предложение и спрос. Чем больше людей хотят что-то и чем меньше этого что-то становится, тем выше цена на это что-то. Даже Джим Крамер в душевном рвении продал все свои биткоины и купил эфириум, поклявшись служить Виталику Бутерину. Он сказал, что ему нравится эфириум, потому что люди используют его значительно чаще для покупок товаров, чем биткоин. Вообще, Джиму Крамеры веры нет. То, о чем он говорит, обычно идет на юг, то есть вниз. Но Виталик Бутерин был настолько счастлив этому, что даже начал танцевать прямо на встрече разработчиков. Ладно, я шучу, настроение хорошее у меня. Джим Крамер наверняка просто пытается держать руку на пульсе событий, как это было со взрывом NFT и DeFi. Как сообщает бизнес-трейдер, количество эфиров, которые уже застейканы в эфириум 2.0, достигло 13 миллиардов долларов. Это примерно 5% от всех эфиров в предложении. Эти 5% уже заблокированы в стейкинге, уменьшая предложение эфира, и это продолжится и впредь. И пока эфириум находится на пути к светлому дефляционному будущему, к тому самому тройному халвингу, что подстегнет его цену, не все с этим согласны. Считай, в сообществе эфириума существует гражданская война. Тот самый эфириум классик, который недавно получил большое внимание со стороны манипуляторов Reddit, что привело к его росту на 700%, и является второй стороной конфликта. И хотя эфириум классик остается почти что тем эфиром, которым он был изначально, в нем тоже происходят обновления. Например, в июле этого года произошло обновление Магнита, которое привело к росту цены эфириум классик на огромные 7%. Жизнь эфириум классик драматична, и началась с трагедии, когда сообщество эфира раскололось на два лагеря. В 2016 году таинственная организация DAO была построена поверх сети эфира. Ей удалось привлечь около 150 миллионов долларов в ходе токен сейла, но оказалось, что у DAO было очень много уязвимостей, и какие-то нехорошие люди извлекли 64 миллиона долларов в эфирах. На тот момент это было 14% всех эфиров, просто вдумайся, 14% всех эфиров украли. После этого и произошел раскол. Эфириум едва ли был спасен Виталиком Бутериным, который возглавил миссию по его восстановлению. Но появился и второй лагерь, эфириум классик. С тех пор живший беспокойной жизнью, но по неофициальным данным его лидером стал Чарльз Хоскинсон, создатель кардана. Учитывая то, что и в грядущем лондонском хардфорке оказалось много противоречий, с которыми не соглашаются некоторые люди, а особенно майнеры эфириума по понятным причинам, возможно не только в истории эфириума, но и в истории эфириум классик начинается новая глава. Кто знает, будущее покажет. И возможно мы увидим это уже 4 августа. Именно тогда ожидается хардфорк Лондон, если его не перенесут опять. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Не прощаемся, потому что сегодня мы с тобой еще услышимся в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»